Смотрите, вы сегодня уже, решения суда нету, следствия нету, а вы сегодня уже осуждаете его поступок. Вот, ну, я очень надеюсь, что пресса все-таки будет оставаться четвертой властью и предоставлять информацию, а не пытаться навязывать чье-то мнение. Я вчера в связи с обращением, которое было опубликовано на преступности нет, я сам с удовольствием читаю и со многими новостями ознакомлюсь со страниц вашего интернет-издания. Я вынужден был поехать за 150 километров от Николаева в Арбузинский район. Вы знаете, то поле, которое якобы, и я думаю, преступности нет, еще придется извиняться за эту информацию, было собрано ночью. Это не поле вообще, это всего-навсего пасовыще. Вы понимаете, что такое пасовыще, я надеюсь, да? Это то место, где крупный рогатый скот пасется. Поэтому как можно собрать траву, которая диким образом растет, мне непонятно. Каким образом сегодня есть противостояние между бывшими членами партии регионов и Батькивщиной? Сегодня мы столкнулись как и в 2004 году, как и в 2010 году, как и в 2012 году в Первомайске. Мы столкнулись лбом в лоб. Это наши основные оппоненты. Оппозиционный блок, бывшая партия регионов. Сейчас они еще называются «Почему-то наш край». Им почему-то в Первомайске, например, помогает блок Петра Порошенко. Они все делают, чтобы кандидаты от Батькивщины не прошли в областной совет. И мне очень жаль, что к этой неинформации о пропаганде причастна, в частности, ваше уважаемое издание. Вы в следующий раз, вот, возьмите с меня пример, за 150 километров съездите, посмотрите, какое поле и так далее, и так далее. Ну, в данном случае я очень удивлен тем, что не разобравшись, такая информация была предоставлена. Поэтому в отношении Сергея Михайловича Чмуря просто пропаганда распространяется для того, чтобы сильный человек не попал в областной совет, который, видимо, там кому-то будет мешать дальше заниматься расподилом нашего с вами совместного майна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok